Правительство сегодня одобрило стратегию комплексной безопасности детей. Главная цель помочь родителям уберечь ребенка, когда есть угроза его жизни и здоровью. Говорили сегодня и о мерах поддержки ребят, у которых диагностированы редкие хронические заболевания. Юрий Липатов продолжит тему. С обсуждения темы поддержки детей с тяжелыми заболеваниями, Михаил Мишусте дачил оперативное совещание с вице-премьерами. За последние три года поддержку получили больше 23 тысяч пациентов. Правительство ведет системную работу для помощи ребятам с хроническими и редкими недугами. По поручению главы государства создан фонд «Круг добра». Среди его приоритетных задач – организация лечения, реабилитации, закупка дорогостоящих медицинских изделий, препаратов, в том числе зарубежных, еще не зарегистрированных в России. Сегодня направим свыше 33 миллиардов рублей, чтобы расширить список тяжелых патологий по самым разным профилям и приобрести необходимые лекарства. Добавятся также новые уникальные методы терапии. Фонд «Круг добра» – один из государственных фондов, который был создан почти три года назад указом президента для оказания помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, то есть орфанными, заболеваниями. Без государственной поддержки лечить такие заболевания очень непросто, и дело не только в стоимости лекарств. Дело в том, что надо еще приложить много усилий, чтобы просто их раздобыть. Пока системно решаются вопросы импортозамещения, доступность многих жизненно важных импортных лекарств тоже на особом контроле членов кабинета министров. Еще об одном решении, которое касается здоровья детей с сахарным диабетом, на совещании у президента подробно обсуждали мероприятия и по профилактике, и по лечению этого заболевания. Правительство поддерживает регионы, чтобы они могли приобретать достаточное количество систем непрерывного мониторинга глюкозы и обеспечивать имя детей с диабетом первого типа. На эти цели в ближайший год оправят больше 5 миллиардов рублей. Про востребованность адресной господдержки для семей, где дети болеют диабетом, знают все. Только вот погружение в проблему и сложная адаптация к недугу бывают драматичными. У Виктора Васенкова из-за онкологии недавно из жизни ушла жена. А тут еще и дочка Алиса заболела. Когда диагноз-то случился, это шоком было, потому что я не знал никак, ни с чем бороться. Помогли врачи и самое современное оборудование в детской клинической больнице Екатеринбурга. Виктора больше не преследует постоянные панические атаки из-за опасений за здоровье дочери. Алиса носит вот такой датчик непрерывного наблюдения. Информацию по состоянию сахара в крови можно увидеть просто приложив к руке смартфон. Вместо 10 проколов пальцев ставится датчик, который в непрерывном режиме определяет уровень глюкозы каждые 3-5 минут. И передает эту информацию в облачный сервер защищенный. И врач, собственно, нашего центра, любое амбулаторное подразделение здесь может в реальном времени анализировать информацию. У нас был проект «Дорога вместе», совместный благотворительный фонд «Мы вместе». Мы выиграли президентский грант. В правительстве разработали стратегию комплексной безопасности детей, предполагающую многое. От мер по информационной безопасности до профилактики правонарушений. А чтобы все реализовать на практике, сформулирован специальный 7-летний план. О деталях которого премьер спросил у вице-премьера Татьяны Голиковой. Татьяна Алексеевна, пожалуйста, расскажите подробнее о том, как будет вестись эта работа. Одно из приоритетных направлений плана – это формирование у родителей и детей привычек безопасного поведения, здорового образа жизни, поддержка традиционных российских духовно-нравственных ценностей и, прежде всего, семейных ценностей. Отдельное внимание мы уделяем вопросам индустрии товаров для детей. Речь идет о качестве игр, книг, фильмов, всему, что формирует ценностные ориентиры и культуру безопасного поведения. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Очень важно внимательно следить за реализацией этого плана, всех мероприятий, ведь фактически каждое мероприятие направлено на защиту здоровья и интересов наших детей, на их интеллектуальное, творческое, физическое и в целом гармоничное развитие. 2024 год указом президента объявлен годом семьи. Правительство, как было заявлено сегодня, все уже подготовило для практической реализации поддержки семей с детьми. Юрий Эльбатов, Екатерина Яровенко, Наталья Литовко, Сергей Романов, Первый канал.